ПОЛКОВОДИЦ НЕЙМАН ВОЛНОТЫ ЕГО ВСЕМ МЫ ПРИНЯЛИ И БЛАГОДАТЬ НА БЛАГОДАТЬ НАША ГЛАВНАЯ МЫСЛЬ НАС ОКРУЖАЕТ БОЖЬЯ ЛЮБОВЬ ТЫ ЗНАЕШЬ, ЧТО ТАКОЕ ОСЯЗАНИЕ? КОГДА ТЫ ТРОГАЕШЬ ЧТО-НИБУДЬ, НАПРИМЕР, СВОИ ЛОКТИ, ТЫ ЧУВСТВУЕШЬ, КАКИЕ ОНИ, ТЁПЛЫЕ ИЛИ ХОЛОДНЫЕ, ГЛАДКИЕ ИЛИ ШЕРШАВЫЕ Вот это и называется осязанием. Коснись своими указательными пальцами друг друга. Ты чувствуешь? В твоих пальчиках находится очень много нервных окончаний, как и во всем твоем теле. Бог даровал нам эти нервные окончания, чтобы мы могли чувствовать прикосновение, и дотрагиваясь до чего-нибудь понимать, холодное это или горячее, твердое, мягкое или колющее. Есть одна болезнь – проказа. Она лишает людей осязания. Именно ею заболел один мужчина много лет назад. Нейман был великим военачальником Ассирии. Храбрые воины под его руководством одержали много блистательных побед. И он был близким другом самого царя. Но однажды этот блестящий воин сильно заболел. Его кожа стала очень сухой. Она побледнела, и он стал терять чувство осязания и перестал чувствовать вещи, которым прикасался. Нейман заболел проказой. Болезнью, которую не мог вылечить ни один доктор. У жены Неймана была служанка – маленькая израильская девочка. Нейман захватил ее в плен, когда напал со своим войском на Израиль. И теперь девочка была вынуждена жить вдали от дома, среди израильских врагов. Но она не забыла все то хорошее, что делал Бог для своего народа. «Почему мой господин Нейман не пойдет к пророку в Израиле и не попросит исцелить его? Елисей может попросить Бога вылечить проказу?» – сказала девочка жене Неймана. К тому времени Нейман уже побывал у всех врачей в Ассирии и перепробовал все лекарства, но ничего не помогало. И теперь Елисей был его последней надеждой. И вот после долгого путешествия длинная вереница из колесниц, покрытых золотом, и повозок, нагруженных дорогими подарками для израильского пророка, подъехала к дому Елисея. Но Елисей не дал Нейману никакого лекарства. Вместо этого он послал к нему своего слугу, который сказал Нейману, что ему нужно окунуться в реке, но не в любой, а именно в реке Иордан, которая протекала неподалеку. Нейман был очень расстроен. Елисей даже не вышел, чтобы поговорить с ним. Он думал, что Елисей обратится к Богу Израиля и попросит Неймана сделать что-то великое. Но все, что он сказал ему сделать, так это пойти и искупаться в грязной реке, и при этом окунуться не один, а семь раз. Нейман собрался идти домой. Если бы он знал, что ему придется просто искупаться, он бы мог сделать это и дома, ведь реки в Сирии были быстрыми и чистыми, в отличие от Иордана, который был грязным и узким. К счастью, один из слуг Неймана остановил его. Если бы Елисей попросил тебя сделать что-то важное, сделал бы ты это? Ну, конечно, я бы сделал, подумал Нейман. Нейман завоевал всю страну. Он был способен на великие поступки. Он только не мог вылечить себя. Тогда слуга продолжил. Тогда почему тебе сложно сделать такую незначительную вещь? Нейман немного подумал и решил сделать так, как сказал ему Божий пророк. Он направился к реке Иордан. Он окунулся в нее шесть раз, но ничего не произошло. А на седьмой раз, окунувшись в воду, он почувствовал, что что-то изменилось. Его сухая и омертвевшая кожа очистилась. Его кожа стала мягкой, здоровой, как у юноши. Но перемены были не только внешними. Он изменился внутри. И он воскликнул. Теперь я знаю, что Бог Израиля – единственный истинный Бог. Только Божья любовь побудила маленькую девочку-служанку, взятую в плен, проявить доброту к ее захватчикам. Только благодаря Божьей силе пророк Елисей помог Нейману. Только благодаря Божьей милости этот военачальник был исцелен. Господь хочет излить свои благословения на каждого человека, в том числе и на тебя. Субтитры создавал DimaTorzok